всем привет назрела потребность скажем так записать продолжение к прошлому видео благодаря комментарию Ирины которая мне оставила под прошлым видео дала ценный очень интересный совет и вот я ломала голову у меня еще несколько уже видео в моем на моем канале записано они еще не обработаны и не выпущены но я решила приостановить и все-таки добить этот вопрос что в этом видео я хочу показать вот вернемся к комментарию Ирина сказала что написала мне что можно все это сделать гораздо проще то есть не перенося с нижней игольницы на верхнюю иглы и потом не возвращая очень прекрасный комментарий спасибо большое на самом деле вот как получается по совету Ирины вот этот подгиб сгиб сгиб подгиб перегиб и что в этом видео будет очень интересно для вас я предлагаю посмотреть значит тут два способа вот это мы я делаю первым это правильный способ то есть правильное отключение верхней каретки и правильное вывязывание вот этой вот вот этого перегиба вот этот способ будет вторым он еще быстрее но тут есть нюанс который который нежелательно делать для нашей машинки вот смотрите меня дальше и приятного просмотра и сейчас я покажу первый и правильный способ выполнения вот этой техники так я делаю все то же самое как и в прошлом видео только у меня цвета другого пряжа но два сложения и по качеству такая же обычные настройки каретки тоже расстановка игл и вот это вот последние 1 не парная 1 провязываем первый ряд завешиваем гребенку и грузики как обычно делаем круговой ряд 1 вот эти вот поднимаем поднимаем рычажок и это сдвигаем на c и плотный ставим 11 так дальше мы сдвигаем фонтуру нижнюю лишнюю 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 петлю переносим рычажки ставим в обычное положение и поставим только плотный 66 сейчас потому что я не помню может я ну 66 в общем ставим так и вяжем столько рядов сколько нам нужно для этого отворота так я чуть-чуть прибавлю еще на единицы потому что плотная и вот сейчас мы пришли к самому интересному моменту когда нам нужно сделать на верхней фонтуре холостой ход и не один несколько допустим 23 вот я планирую сделать три холостых хода кто имеет электронные машины здесь сложнее у нас холостой ход только в одном направлении слева направо когда мы ставим вот этот рычажок на c у нас только один вот этот холостой ход а вот в перфокарточных машинах там проще там вот есть вот эти рычажки которые у нас вот они эти рычажки в электронных нам двигать нельзя в перфокарточной они двигаются ими можно поставить в другое положение и будет холостой ход в обе стороны как же правильно сделать нам холостой ход в обе стороны то есть чтобы было и слева направо и справа налево нам нужно использовать программу сейчас я покажу вот мы должны перейти в программу на поле рисование где вкладка рисование поле у нас должно быть чистое перейти на вкладку вязание и здесь мы должны выбрать мы должны выбрать валиковое переплетение защитами посмотрим что нам программа показывает какие настройки каретки мы должны сделать на верхней каретке мы должны поставить ручку выбора узора в положении с или в данном случае у нас положение вот вот она sg я уже поставила дальше мы вернемся в обычную настройку обычное поле и включим старт так включаем старт машина готова только что я не дотянула до конца вот обязательно мы должны заходить за вот эти магнитные датчики так все у нас готова первый ряд что происходит сейчас посмотрим что как мы будем как будет провязываться наше полотно наш рисунок я поставлю только плотность поменьше для этого и на одну единицу поставлю вот смотрите у нас провязалась только нижняя фантура только провязалась тоже нижняя игольница ну еще третий ряд все мы сделали вот эти три ряда поставим опять вернемся вернем плотность 77 надо было только ставить на этой плотности менять а то есть наоборот на эту плотность так ну ладно и отключим наш компьютер все больше он нам не понадобится больше он не понадобится и дальше мы продолжаем вязать нашу резинку специально провязала чтобы было более понятно и наглядно видно куда заворачивается вот этот подгиб то есть правильного он у нас должен заворачиваться на лицо ну вот он вот такой получается подки очень неплохой способ красиво тоже получается достаточно быстрее наверное чем тот который я предлагала в первом в том видео в прошлом то есть подгиб есть все красиво оформлено но нужно подключать компьютер многие кто наверное как и я когда компьютером не пользуются компьютер не стоит на около машины но вообще вот вот такой вот получается подгиб хороший способ отлично и сейчас я хочу показать еще один способ но который будет вот визуально никак не отличаться от этого способа обратиться к компьютеру без компьютера не стоит еще быстро и еще быстрее но он не совсем правильный то есть его лучше ну так делать но не часто может быть лучше и не делать но все равно чтобы вы знали тоже этот способ ну и сейчас вот я хочу показать мы еще один способ который будет вот визуально никак не отличаться от этого способа но без компьютера без подключения компьютера этот способ скажем так нежелательно его использовать но в принципе я хочу показать чтобы вы знали возможности вашей машинки кто вот допустим этого не знал я немножко углубилась в эту тему погрузилась и вот разобралась вот смотрите я все сделала то же самое что и в прошлый раз то есть те же количество игл та же расстановка все то же самое только взяла пряжу другую это акрил значит вот я дошла до того момента когда мне нужен сделать перегиб не нужно сделать и я сейчас поставлю на каретке на верхней не на верхней она мне надо на нижней поставить каретки даже нижняя должна быть провязана на 1 единичку меньше и оставленная на пятерочку верхней я не трогаю потому что мы все на верхней не будем вязать но нам нужно чтобы верхняя игольница не вязала что мы должны сделать мы должны поставить рычажок выбора узора на с g это получать на слив вязания и вот я еще раз покажу вот отключу его и смотрите когда мы ставим с обычной с обычного с обычной позиции на с g то у нас вот эти вот рычажки они поднимаются вверх вот эти вот они поднимаются вверх и сейчас чтобы нам провязать то есть мы все знаем что ну вот у кого электронные машины как я говорила что у нас только один холостой ход делает машина это слева направо но вот сейчас у нас стоит наоборот справа каретка и нам нужно холостой ход сделать справа налево так вот вот этот рычажок вот этот рычажок мы должны взять и опустить вниз ну то есть на себя и каретка должна пройти через все иглы и вот смотрите что у нас произошло у нас не провязались у нас не провязались иглы верхней игольницы а провязались только нижней как и нужно то же самое и когда мы идем слева направо мы берем этот рычажок на себя все когда мы этот рычажок двигаем на себя мы отключаем верхнюю верхнюю игольницу и провязываются провязывается только нижнюю так нам надо три ряда вот третий ряд тело опять вот вот я бегаю на себя и провожу корреты вот у нас третий ряд провязан только нижней игольницы ну а сейчас я возвращаю в обычное положение вот эту ручку рычаг выбора узора и поставлю на нижней каретки плотной 6 как обычно все и сейчас у меня должны провязаться все как обычно вот провязаны все этот способ очень простой очень быстрый но в чем почему нельзя его использовать так как у нас электронные машины и каретка то есть компьютер программа считывает каретку то есть вот это вот все программа запрограммирована программа запрограммирована чтобы не а мы делаем вот это принудительно мы скажем так как не сама программа задает этот режим это положение а мы при принудительно то есть можно сбить какие настройки может быть конечно один-два раза она не собьется но если регулярно такое делать то скорее всего что будут какие-то сбои и потом программа просто не будет считывать нужное нам нужное нам переплетение то есть но вот нежелательно но вот есть такой способ и вообще вот сам механизм я хотела вам показать как вот можно вручную сделать вот такое переплетение так ну и я же продолжаем вязать нашу резинку столько рядов сколько нам потребуется сейчас посмотрим и сравним два варианта так вот это у нас лицо и это вот у нас а кстати звонка и вот так вот получается наш сгиб перегиб такой отлично получился все красиво ну вот можно посмотреть но эти два образца которые одинаковы но здесь мы использовали то есть это правильный способ мы здесь использовали компьютер отключали с помощью компьютера с помощью компьютера верхнюю каретку а здесь мы принудительно отключали то есть но одинаково вот и здесь ну вот такое познавательное видео у меня сегодня получилось я надеюсь вам понравилось спасибо за просмотр и за лайки за комментарии огромное спасибо за комментарии видите с помощью их благодаря им мы познаем что-то новое я познаю и рассказываю вам и всем до встречи всем пока